Всем привет, друзья! Вы смотрите вторую часть битвы Сайтамы, героя А-класса по прозвищу Лысый Плащ, против светового флэша из С-класса. Друзья, подпишитесь на канал, если хотите увидеть больше моих видео. Для этого спуститесь и нажмите на эту красную кнопку, чтобы она стала серой, а также поставьте лайк. Давайте наберем 500 лайков и следующая часть выйдет завтра. Всем огромное спасибо за поддержку и приятного просмотра. Эй, разве ты не знаешь, что мне не нравятся люди, которые зовут меня по геройскому имени? Да, прости, я нечаянно. Как ты посмел. Геннесс, оставь его. Пошли, а то опоздаем на распродажу. Ох, еще бы чуть-чуть. Геннесс, ты чего? Испепеление. Сразу перейду к делу. Стань учеником под моим началом. Учеником светового флэша. Ты знаешь, что твои атлетические способности полны потенциала. Сейчас ты не используешь даже половину этого потенциала в бою. Но после должного обучения и тренировки использования своего тела, ты по-настоящему засияешь. Я научу тебя настоящему значению битвы. Следуй за мной, лысый плащ. Идем. Довольно шутичек. Больше всего я ненавижу глупые розыгрыши. А теперь слушай. Больше всего сейчас необходимы сильные герои, которые могут убивать монстров быстро и надежно. Прямо как я. Остальные герои С-класса бесполезны. Они либо упертые, либо скрывают свою личность. Чудаки, дети и старики. Но ты еще растешь. Что умениями, что духом. И если будешь правильно тренироваться, можешь даже стать почти таким же сильным, как я. Если понимаешь это, пойдем. И мы и начнем тренировку. Лысый плащ. Нет, я не лажу с людьми, которые меня по геройскому имени зовут. В таком случае, Сайтама, сразись со мной. Я покажу тебе, как ты неопытен. Если попадешь по мне хоть раз, ты победил. Тренировочная площадка номер три. Время ограничено 30 минутами. Я не буду использовать оружие. Если попадешь по мне хоть одной атакой, ты победил. Если проиграешь, будешь следовать моим учениям. Ага. Начнем. Еще бы чуть-чуть. Он казался таким нормальным и расслабленным, что я чуть не забыл. Но это тот человек, что лоб в лоб дрался с Гару. Гару был ослаблен тем, что сражался с остальными героями С-класса. Но все же, хоть его техника очень неаккуратна, его сила и скорость уже высшего класса. И это лишь усиливает его разочарование. Ага. Так ты всего лишь притворялся простаком. На деле ты довольно способный. Надо отдать тебе должное. Эта атака врасплох была смелой и проницательной. Но это был твой первый и последний шанс. Тот же труп не сработает на мне во второй раз. Теперь мой черед. Ты сам-то хоть полчаса так бегать сможешь? Спотел весь уже, да и на ногах едва стоишь. Это холодный пот и дрожь, которую испытывает превосхищение мастер боевых искусств. Абсолютная техника. Цветовой кулак. Зачем я это сделал? Я хотел одолеть его, вложив всю свою силу, когда делал свой ход. Ты в порядке, Сайтама? Прости, я немного переборщил. Да не, я в порядке. Я в порядке, значит? Ну, он и световой разрез мой смог пережить до этого. Давай-ка перейдем к оружию. С этого момента мой урок попытается симулировать реальную битву. Запомни это. О, оружию? Надо было с собой мухобойку прихватить, что ли? Я купил изоленту, но не могу найти учителя. Куда он подевался? Две формы жизни движутся на высокой скорости неподалеку от меня. Не просто на высокой, на невероятной скорости. Мастер участвует в схватке? Тренировочная площадка. Это... Световой разрез. Такое чувство, будто... Меня загнали в угол. Времени на запретные техники не хватит. Учитель! Не очень жаль, что я прерываю вашу тренировку с новым кандидатом в ученики. Но была тревога о монстре. Времени на запретные техники не хватит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok